Звучная тема в комментариях президента – сравнение будущей арены с ныне действующими. Сергей Новиков сообщил, что проектировщики возьмут за основу стадион футбольного клуба ЦСКА ВЭП-арена. Это говорит о многом. Ценное качество армейского стадиона – его компактность. По площади он не идет в сравнении с аренами «Динамо» и «Спартака». В этом случае есть вариант провести успешные строительные работы на месте нынешнего стадиона «Красная звезда». Правда, возникает вопрос с сопутствующей футбольной инфраструктурой. Где разместить несколько тренировочных полей? Есть проектировщик, который сейчас работает над техническим заданием. Стадион планируется на 15 тысяч мест. Он планируется с козырьками, он планируется чисто футбольный. В дальнейшем вокруг стадиона еще будет комплекс 5 или 6 футбольных полей. Находиться он будет, где сейчас находится стадион «Красная звезда», да? Пока это место, но это не значит, что оно будет здесь. То есть это будут решать уже градостроительные комиссии, комитеты. Строительство на «Красной звезде» явно предпочтительнее. Возведение футбольной арены в другом, пусть и свободном месте, обойдется дороже и заметет под ковер уже существующую проблему увядания нынешнего стадиона. Наверное, уже сегодня можно подумать над темой небольшого расширения территории спортивного комплекса «Красная звезда» в южном, а, возможно, и в западном направлении. Этот момент позволит повысить общий функционал комплекса, полноценно решить задачу, поставленную губернатором региона Александром Бурковым. Вместе с футбольной ареной должен быть построен современный стрелковый тир. По словам Новикова, этот момент уже прорабатывается проектировщиками. Действительно, тир там, как сказал Александр Ильич, планируется и будет стандартный, там, 100-метровый, по-моему, тир. Но мы, если говорим на одном языке, то футбольный стадион подразумевает какую-то гармонию с другими видами спорта, которые также могут проходить в спортивном ядре. Ну, в частности, там, легкая атлетика или какие-то виды легкой атлетики. Еще раз говорю, это чисто футбольный стадион, трибуны максимально приближены к футбольному полю, а все, что вокруг стадиона, конечно, оно будет иметь, так скажем, возможность тому, чтобы заниматься другими видами спорта. В новом году от проектировщиков ждут эскизы, рисунки, возможно, проектно-сметную документацию. Динамика действий должна нарастать. То, что точно не подходит нашему региону из опыта строительства арены футбольного клуба ЦСКА, так это затраченное время. Ждать 9 лет омские болельщики не готовы. Владимир Истомин, Сергей Пайхалов, Антенна 7.